Вот, он мне сообщает, что он включил запись, и я вам говорю добрый вечер, и я напоминаю, что все свои занятия посвящаю Любову от Михаэль из дома Гинсбург, ее память и возвышение ее души. И думаю, что это справедливо, потому что, в общем-то, то знание пророков, или, по крайней мере, умение как-то выразить мысль, найти, как-то облечь в слова те высокие образы, которые есть в пророках, это, если это есть у меня, то это ее заслуга. Я хочу напомнить вам, что мы с вами приближаемся ко дню Иерушалайма, он в этом году, 18 числа этого месяца, по этому календарю, и это удивительный день, день Иерушалайма. Конечно, надо было просто назвать день Победы в войне 1967 года, но из скромности, так сказать, или из боязни перед арабскими странами мы называем его днем Иерушалайма. Я думаю, что все прекрасно знают, почему он называется день Иерушалайма, потому что с 1948 года по 1967 год Иерушалайм оставался разделенным, только маленький кусочек принадлежал государству Израиля, удерживался с трудом. И в 1967 году Всевышний сделал нам такое чудо, отдал всю землю, почти все то, что было обещано Аврааму, и отдал наши руки храмовую гору. И вопрос в том, как мы с этим соотносимся. Наш как раз сегодня урок, он посвящен, я бы сказал, аналогичной истории в книгах-пророках. Мы возьмем с вами вторую книгу «Царств», которая параллельно описывает события в той книге, которой мы занимаемся, в книге Ишаягу. Просто параллельно несколько удобней пройти сейчас по Малахимбет, это нам даст возможность двигаться дальше по Ишаягу, потому что это центральное событие. Центральное событие – это то чудо, которое произошло где-то в 560 году до этой эры возле Иерушалайма, когда возле обреченного города по предсказанию пророка 180 тысяч ассирийского войска Ашура погибло в одну ночь. Кстати говоря, это была ночь Песоха, и вот мы попробуем с вами этим подробно заняться. Хочу только напомнить, что день Иерушалайма приходится на 28 число Мессияра, и это день Йорцета, день памяти пророка Шмуэля, который, как мы можем себе представить, он, в общем-то, и объединил народ, и поставил двух царей, сначала Шмуэля, и потом Давида помазал на царство, и через него, только через него пришли как бы все схемы храма, как нечто пророческое, как отдельный свиток Амингилат Амикдаш, отдельный свиток пришел через пророка Шмуэля, и теперь можно говорить, что случайно день Иерушалайма выпал на день памяти пророка Шмуэля, того пророка, через которого пришел храм, по согласованию с которым Давид в первую очередь завоевал Иерушалайм и сделал его своей столицей. И наша главная тема, начиная с конца, к чему мы вернемся, это восприятие чудес Всевышнего. Нам всегда кажется, что от соблюдения заповедей, таких как суббота, кашрут, праздники, тфилин, цицит, все зависит. И в каком смысле мы с вами правы в этом плане, если мы придерживаемся такого мировоззрения, я думаю, что мы даже очень правы. И мы с вами как бы можем увидеть, что, скажем я, насколько представляется национальное чувство, настоящее национальное чувство в наше время, может быть, раньше это было как-то немножко иначе, в наше время настоящее национальное чувство, оно бывает только у людей, которые придерживаются заповедей. И в их полном объеме, не полном объеме, я уж не знаю, как тут сказать, но заповеди – это основа не только связи с Богом, или, скажем, основа связи с Богом не только на личном уровне, но и на национальном уровне, на уровне своей как бы собственной частной души и на уровне сего народа. Известная фраза, которую сказал Шмуэль, которая подходит к этому дню, к дню Иерушалайма – «Нецех Исраэль ло Ишакер». Вечность Израиля, имеется в виду Всевышний, он не обманет. И Нецех называют Иерушалаем, вечность – это Иерушалаем, и это на самом деле прекрасная посылка. Мы понимаем, что Иерушалаем – это и начало, и конечная цель, и вечность заключается в том, что цель никогда не изменяется, наша цель – прийти в Иерушалаем, и не только как в город, за пределы стен, к которому мы хотим зайти, в который мы хотим находиться, что само себе прекрасно, но и как место, где раскрывается божественное присутствие, и с того, что в мире божественное присутствие ощущается четко, совершенно ясно в момент его сотворения, в то время, когда Адам передвигается по саду Эдем, божественное присутствие ощущается четко и ясно. Также и в конце мы должны прийти к этому, должны, хотим, надеюсь, что хотим прийти к этому ясному ощущению божественного присутствия во всем мире, и это связано с Иерушалаемым, естественно, с построением храма, третьего храма. Я напомню вам, что Ихискель в конце 48 главы, там, где он заканчивает описание третьего храма, он говорит, и имя этому городу будет Бог там. То есть, Иерушалаем – это место, где ощущается божественное присутствие, оно будет ощущаться, будем надеяться, и во всем мире, но в Иерушалаеме, во дворах храма, особенно сильно будет чувствоваться приближение души к Богу, и это ощущение четкой, совершенно связи с Богом – это есть и начало, и цель. И эта цель, она никогда не меняется, она остается вечной, и поэтому слово «нецах», «вечность» связывается с Иерушалаемым. Цель, она вечная, и в начале, и в конце, и везде, она всегда одна и та же цель, поэтому в устах Шмуэля это пророчество звучит особо, как бы, ну, как сказать, притягивающе. «Нецах» Исраэль и «вечность» Израиля никогда не обманет. Цель останется той же, и откуда мы ушли от ясного ощущения божественного присутствия, которое было не только в начале сотворения мира, но оно было тогда, когда стоял храм, и первый храм, и второй храм, оно было совершенно иным, гораздо более сильным, чем сейчас, и вот это ощущение божественного присутствия, мы от него ушли, и мы к нему придем, и поэтому это вечность и неизменная цель. И то, что я хотел сказать, может быть, не закончил мысль, оборвал ее, что да, действительно, соблюдение заповедей, оно является моментом основополагающим, и, как ни странно, то, что мы сейчас видим, проявляется, это все сильнее и сильнее, на мой взгляд, соблюдение заповедей, оно и является основой для национального чувства, но это только, я бы сказал, база, есть еще что-то, есть еще что-то, и это наше отношение к происходящему, наше умение увидеть чудеса Всевышнего, и умение по-настоящему отблагодарить Всевышнего за это чудо, и не только, не только сказать благодарность, нужно увидеть перспективу и суметь ей воспользоваться. И вот в нашей истории есть совершенно удивительная личность, о которой говорится в книге Малахимбет, 18 главе, что не было такого царя ни до него, ни после него. Царь в чем-то даже, превосходящий царя Давида, это царь Хиския, царь Хискиягу, Ехискиягу, все эти три имени употребляются в наших книгах, они означают одно и то же, это сила, прочность, которая дана Всевышним, или умение операции полагаться на Всевышнего. И давайте мы сейчас поднимем с вами текст и познакомимся с книгой Малахимбет, вспомним книгу Ишаягу, то, что связано с этим текстом, попробуем сделать все вместе. Так, я очень надеюсь, что текст виден. Так, что мы попробуем здесь сделать сейчас, чтобы упорядочить это дело? Ну, не знаю, по-моему, текст виден. Скажите мне, так приемлемо, то, что мы с вами сейчас... Текст виден, да, если чуть-чуть увеличить. Обязательно, обязательно. Сейчас мы чуть-чуть увеличим. Вот, секунду, я его перегоняю к началу. И сейчас мы с вами постараемся увеличить текст. Так, вот так лучше? Да-да, все отлично. Так, вот. Хорошо. И вот наша 18 глава. Здесь есть текст с теми пометками, которые я сделал для себя, чтобы не забыть что-то сказать вам. И здесь есть текст параллельный, дополняющий, если так можно сказать, из Деврея Мим, в книге «Хроник». Напомню, что книга «Хроник» была записана гораздо позже, если текст книги «Малахим» записал Иеремиягу, пророк Иеремиягу в конце первого храма, то Деврея Мим и «Хроник» была записана Эзрой при возвращении сыновей Израиля из Вавилонского плена. Так, вот я просто пытаюсь разобраться здесь немножко, сделать еще удобней. Так, все, да? Вот. И теперь мы с вами с Божьей помощью побежали по тексту. И было. Так, Натан всегда просит убрать личные знаки. Я убрал. И было в третий год правления Ошея Бен-Эла, царя десяти колен Израиля, стал царем Хискея сына Хаза, царя Иуды. Мы оставим пока в стороне Ошея Бен-Эла. Это последний царь Северного царства, две десяти колен. И нас пока интересует то, что происходит в Иуде, то, что происходит на юге. Это пятьсот шестьдесят первый год до нашей эры. И царь Хискея-Ягу поднимается на престол сразу после своего отца Ахаза, который был, если так можно сказать, непревзойденным злодеем. О причинах такого злодейства можно говорить. Оно чаще всего и имеет свои причины. Это внешнее давление, это боязнь народов мира, это желание как-то подстроиться под доминирующую силу, которая действует в мире. Ну, а уже потом из этого вытекают все последующие составляющие. Дело в том, что во времена Ахаза Ашур, Ассирия со столицы Миндве набирает силу. Оно угрожает поглотить все окружающие страны. Уже это сделало во времена Ахаза еще остается Арам, еще остается северное царство, незавоеванное Ашуром. И Ахаз после нескольких попыток сопротивления покоряется Ашуру. И он пишет письмо в Ниндве со словами «сын я твой и раб». И слова «сын» означают, что он принимает всю традицию, культуру Ассирии, которая пыталась насадить свою культуру. Ну, в принципе, это первая такая страна, первая империя, которая угрожает поглотить весь мир. И, естественно, есть свои системы правления у каждой такой империи. Ассирия предпочитала уничтожать полностью культуры других народов, в отличие от каких-либо других войн, в ассирийских войнах, они уничтожали божества других народов. И это первая империя, которая пытается решить проблемы или укрепить свою власть, скажем, тем, что она переселяет народы с места на место иногда, и не причиняя большого вреда населению. Но только чтобы оторвать их от собственной земли, чтобы не было такого национального чувства, и чтобы все им покорялись. И вот Ахаз склоняется перед Ассирией, и он закрывает храм, и он насаждает идолопоклонство, храм превращается в место поклонения идолам. Ахаз проводит своих детей в честь Молоха через огонь, в том числе и Хискея. Агада говорит о том, что Хискея выжил, потому что его мать натерла жиром ящерицы саламандры. Ну, в общем, саламандры – это такое фантастическое существо, годическое, и трудно тут сказать, что мать действительно сделала. Может быть, она его действительно натерла каким-то жиром, который помогает устоять против огня. Может быть, она молилась за него. Но как бы благодаря матери он выжил. И можно представить, что у Хискеягу с самого детства зародилась ненависть к идолопоклонству. Немало значения сыграло в том, что у такого отца владея Ахаза вырос сын-праведник, и то, что при дворе Ахаза, как мы, может быть, с вами говорили, находился пророк Ишаягу. Ишаягу был сам царского рода, из семи царей, и он как бы имел доступ ко двору, был при дворе, и имел влияние на Хискеягу. Ахаз не стал бы подпускать Ишаягу к своему сыну, но он был младшим. Два старших сына у Ахаза погибли. И Ахаз никогда не думал, что Хискеягу поднимется на престол. Ему было не так важно его образование, будет ли он согласен с отцом во всем, что он делает, или не будет. И по стечению обстоятельств вот так вот Хискеягу вырос человеком праведным под влиянием Ишаягу, под влиянием своей праведной матери. И, как говорится, 25 лет было ему, когда он стал царем, и правил бы он в Ирушалайме 29 лет, и имя же его матери Аби, дочь Схарья. Женщина, по всей видимости, праведная. Ишаягу почти еще до того, как Хискеягу поднимается на престол, он знаком с ним, и он пророчествует о нем и дает ему еще несколько имен, кроме Хискеягу, Хискея и Хискеягу, которым его назвали родители. И он дает ему такие имена. В 11 главе книги Ишаягу он его называет Пелеюец, чудесный советник, то есть человек, который может здесь совет не только кому-то посоветовать, а умение сделать, выбрать правильный путь во всех частных делах и в глобальных делах, Пелеюец – человек, который верно выбирает дорогу, хорошо понимает, каким путем следует идти. Эль-Гебор – бог сильный, такое имя дает он Хискеягу, рассчитывая на его твердость, твердость духа, на то, что он будет опираться всегда на Всевышнего. Авиад – отец вечности, тоже, естественно, соотносится со Всевышним. Сар-Шалом, можно сказать, князь мира. Князь мира – тот, кто правит миром, тот, кто утверждает мир. И мы видим, что Ишаягу возлагал огромные надежды на Хискеягу. Так Тацан Гедрин говорит о том, что Хискеягу мог стать царем, который вообще изменит ход истории, то есть приблизит ее, если просто не сделает все время похожим на то, о котором мы говорим в пророках, когда нету вражды между народами, даже нету вражды между людьми, и из храма исходит божественное присутствие такой силы, что оно ощущается в земле Израиля и даже в других странах. И мир начинает как бы развиваться, занимаясь другими совершенно проблемами, не противостоянием народов, не противостоянием культур, не попыткой истребить шхитут, скажем, коррупцию в странах. Совсем другими проблемами, духовными проблемами начинает заниматься мир. И таким образом мир должен был преобразоваться, что-то не получилось. И здесь не стоит обвинять царя самого. Лучше представить себе, что и царь, и народ, они всегда связаны, и народ, так сказать, может подставить под ножку царю, и царю гораздо более трудно тянуться за преобразованием, великими преобразования в стране, когда у него нету поддержки в народе. Да, все это следует учесть. В любом случае, чтобы мы дальше не сказали про Хискиягу, я вам и должен сказать, что он вызывает мое восхищение. И как человек, который нашел свой путь к Богу сам, или, по крайней мере, можно сказать, по своему свободному выбору, потому что перед глазами был пример отца, весьма успешного, потому что этот ход покориться Ашуру, он дал стабильность стране и экономическое ее процветание. Ну, что только храм закрыт. Еще нужно сказать, что Ахаз прекратил изучение в школах и преследовал пророков, потому что он не хотел никакого проявления божественного присутствия, ничего божественного в жизни, в жизни народа он не хотел. И, надо сказать, что, к великому сожалению, он добился больших успехов. Его деятельность отрицательная сказалась и на последующих поколениях, на поколении Хискиягу. Так что, когда обменяют царя, говорят, что он там не справился с тем-то и тем-то, в стексте часто проскакивает, что ни один царь виноват, или, может быть, даже не столько он виноват, как виноват народ. И дела его были прямыми в глазах Бога, и он поступал всегда так, как Давид, отец его. Он брал пример с Давида. Он устранил возвышение, где приносили жертвы Всевышнему, разбил обелиски, срубил Ашеру и разбил медного змея, которого сделал Маше в пустыне, потому что до тех дней сыны Израиля приносили воскурение в честь него, и назван он был Нехуштан. Здесь пророк идет вперед, говорит о всей деятельности Хискиягу, не только в ее первые годы. Самая большая проблема для всех царей – это принесение жертв на высотах, когда люди, оставаясь в своих городах, ленились, не очень хотели приходить в храм на праздники, искали самые разные отговорки, но, тем не менее, хотели служить Всевышнему, приносили жертвы возле своих городов в нарушение строжайшего запрета Торы. Принесение жертв на высотах, которые строили, на жертвенник, которые строили на высотах, в честь Всевышнего не является доупоклонством, но строжайше запрещено Торой по нескольким причинам. Первое – это то, что храм – это место, где распространяется божественное присутствие, человек не только приносит жертву, он ощущает Всевышнего, когда он приходит во дворы храма. Это не происходит у частных жертвенников, построенных у городов, нарушение закона Торы. Он приходит в город мудрецов и кавенов, где он может почерпнуть знания Торы, что было очень трудно сделать. В десятиколенном царстве это было очень трудно сделать, потому что кавены и мудрецы Торы, они оставили царство еще при его разделении, подавляющее большинство из них. И на Хискиягу делает то, что не смог сделать царь Шламо, не смог устранить высоты служения Всевышнему и привлечь весь народ к служению в храме. Почему? Потому что на четвертом году управления Хискиягу, я сказал, что здесь немножко пророк забегает вперед, прекратило свое существование Северное Царство. И, как мы с вами увидим из книги «Хроник» из «Зеврея и Мим», создается такая ситуация, когда Хискиягу делает совершенно нетривиальный шаг. Вся его жизнь – это нетривиальные шаги. Вся его жизнь – это пример того, как человек полагается на Всевышнего и делает шаги, которые, казалось бы, нерациональны, и выигрывает. Выигрывает, потому что пользуется поддержкой свыше. Так вот, Хискиягу, в общем, Хискиягу решил распространить свой суверенитет на Северное Царство, территория которой, в общем-то, принадлежала Ассирии. Они поставили там своих сборщиков налогов, они установили там свои контрольные пункты, как это всегда делалось в Древнем мире, и свою разведку, так сказать, при малейшем шевелении напротив властей на этой территории туда придет армия. Хискиягу, не обращая на это никакого внимания, он устанавливает свою власть над территорией Десяти Колен, над теми, кто остался там и не был угнан Ашуром. Угнать людей на другую территорию очень трудно, и поэтому нам представляется, что все Десяти Колен были угнаны. Это не так значительная часть их осталась на своих землях. И вот над ними стал править Хискиягу, создав Единое Царство. И поэтому ему было легче, у него появилась возможность истребить те возвышения, где поклонялись, где приносили жертвы Всевышнему вопреки закону, потому что в Южном Царстве всегда смотрели на Северное Царство. В Северное Царство не приходили в храм еще со времен его образования, со времен Ербаама бен Невад, не приходили в храм и считали, что главное место служения Всевышнему – это Бейтель. И с пренебрежением относились к Евуде, видя, что в них мьют меньшинство, потому что Десять Колен – это Десять Колен, а Иуда и Вениамин – это Два Колена. И очень трудно было противостоять вот такому духу господства Северного Царства. Поэтому цари до Хискиягу, даже правильные цари, правильные цари, они боялись как бы глобально запретить принесение жертв в Южном Царстве, на высотах боролись с этим, но не запрещали их. Хискиягу отменил все высоты. Мы посмотрим, как он это сделал. Здесь говорится то, что он разбил медного змея, который хранился святая святых. Это связано с тем, то есть это событие, с одной стороны, может быть, незначительное, но это связано с тем, показывает, насколько представления о мире и о Всевышнем оказались как бы, иной, если так можно сказать, испорченными, то есть испортились, получили неправильную окраску во времена Ахаза, который отменил изучение Торы, запутал людей, и сейчас пришел в власть правильный царь, и он правит, но люди не могут отказаться от тех представлений, которые у них крепко-накрепко сидят в голове. И еще не прошло достаточного времени, чтобы мудрецы Торы как-то восстановили этот дух или понимание единства Всевышнего в народе. И многим представляется, что в мире есть сила добра, это Всевышний, и есть сила зла. Ну, конечно, сила зла, она подчиняется Всевышнему, но тем не менее, есть иногда у него право действовать в мире, и вот эту силу зла ее олицетворяет медный змей, которому отведено место в святая святых. На самом деле, в святая святых, как мы помним, там находились все предметы, которые свидетельствовали о чудесах, которые произошли в пустыне, и в том числе и медный змей, который послужил для излечения людей, и которых кусали змеи. Все, кто смотрел на него, выздоравливал. Я не вдаю часть подробностей, может быть, мы успеем как-то в дальнейшем поговорить об смысле этого рассказа и этого медного змея, но сейчас нам важно то, что люди стали ассоциировать его с силой зла, которая присутствует в мире, может быть, по воле Всевышнего, и ему стали поклоняться, чтобы задобрить, надо поклоняться силе добра Всевышнему, чтобы он давал благословение, и надо поклоняться силе зла, чтобы она ничего не портила и не ломала. Увидев, что вот этот дуализм, он прочно засел в голове, Хискияву пошел на необыкновенный шаг. Он взял предмет, который хранился в святой святых, и до этого никто, самые праведные цари не поднимали на него руку и не чувствовали такой необходимости. он раздробил его и назвал Нехуштан некоторое пренебрежительное такое слово, которое говорит как бы от Нехошет, медь, медный змей, медненький такой, сделанный, нечто маленькое сделанное из меди, и ничего больше в нем нет. Это рассказывается в трактате Йома на 52-м листе. Про Хискияву также говорится, что он скрыл книгу из лечения Шламо. Тут тоже можно долго говорить. Книга из лечения Шламо представляла собой некоторые таблицы с определенными изображениями, которые были установлены в храме, в помещении. Люди приходили туда, и как бы соотношение с этими таблицами, с пониманием своего греха помогало им выздоравливать во времена Хискияву, после Ахаза. Это перестало работать, потому что для всего нужно божественное присутствие, нужно благословение. Мало только посмотреть на изображение, представить что-то, опуститься в какую-то, или пуститься в какую-то медитацию или каванод, как говорят, все это за хорошо и прекрасно, нужна помощь свыше, и вот ее не было, и эти таблицы перестали действовать, и Хискиягу принял решение спрятать их. И то, что не упоминается ни в Мелахим, ни в Евреемиме книге хроник, говорится в трактате Псахим на 56-м листе, в день, когда Хиския, Хискиягу зашел на престол, он сделал нетривиальную вещь, которая показывает, что он на протяжении всех лет, до 25 лет, пока он зашел на престол, он хорошо думал, что он будет делать, и какое направление развития для страны он выберет. царь Хискиягу протащил кости отца своего на носилку склетенных из гребок. Он провез останки отца вокруг Ярушалайма или где-то вдоль стены Ярушалайма для того, чтобы показать, что злодей не достоин уважения, нет обязанности уважать даже отца злодея, а самое главное, он хотел, чтобы люди поняли, что он пойдет совершенно другим путем, не таким, как Ахаз, что у него нет никаких сентиментов к отцу в том смысле, что он делал и что он творил, и он возьмет совершенно другой путь. И вот это три дела, о которых можно вспомнить, это уничтожение или прекращение служения на высотах медный злей и книга излечения шламок. И также то, что он протащил останки отца вокруг Ярушалайма на носилках из веревок. Теперь очень интересно, что книга Хроник, она дополняет то, что сказано в книге Малахим и дает развернутый рассказ, как будто она является комментарием книги Малахим. Это связано с определенными причинами. Дело в том, что Иерем Яву ставил перед собой одни задачи, когда он писал книгу Малахим и Маэзра, когда он записывал книгу, тоже пользуясь безусловно, если так можно сказать, пользуясь божественным духом, писал книгу Геврея и Амим, когда на нем пребывал божественный дух. У него были другие задачи, как мы знаем, что божественный дух он есть, но человек привносит свою окраску, любой пророк привносит свою окраску, любой пророк воспримечающий божественный дух, он приносит свою окраску в то, что он говорит и в то, что он записывает. Вот Эзра, он говорит так, в первый же год царствования своего, в первый месяц он отворил двери дома Бога и укрепил их. Это целое дело восстановить храм после того, что в нем сделал Ахаз, это огромное трудоемкое дело, трудное с точки зрения Галахи также, да, и вот, и привел он к Агенов и Левитову, собрал их он на площади восточную храму и сказал им, послушайте меня, Левиты, теперь осветитесь, осветите дом Бога и здесь рассказывает, да, он обращается к ним, говорит, ибо изменили отцы ваши Богу и делали то, что является злом в глазах Бога Всесильного нашего, может быть, вынуждено, но это факт, был период, когда Кагены не служили в храме, вот, и мы видим, что Хискиягу, он не действует силой, как правило, или, по крайней мере, старается не действовать силой, он человек чувствительный, он человек такой Митлаев, который очень чувствительный к святости, который очень возбуждается, и он обращается к людям с призывом, но не собирается проявлять насилие, предказывать, что-то делать в приказном порядке, он хочет, чтобы люди вернулись ко Всевышнему, к служению ко Всевышнему после тяжелых лет правления Ахаза, Ахаз правил 16 лет, чтобы они вернулись с любовью, а не по принуждению, да, вот, и он говорит, также заперли двери входного зала, вот, может быть, и не сами Кагены заперли двери входного зала, но они были вынуждены уйти из храма, прекратить работу, погасили лампады, вот, и покучи эстрабы не воскурияли, не прекратили воскурение золотом жертвенники и так далее, да, и был гнев Бога на Иуду и нарушала им, он, он предал их в руки врагов на истребление и на разрушение, да, вот, до того, об евреи им говорится еще, и вот поляцы ваши отмеча, наши отмеча, было много войн, теперь у меня на сердце я задуман заключить союз с Богом Всесильным Израилем, чтобы отвратил он от нас пылающий гнев, пылающий гнев в свой, да, когда говорит это Хискиягу, очень интересно себе представить, вот, представляется, что он это говорит в первый день, когда он поднялся на престол, что происходит в этот первый день, мы еще с вами узнаем, да, сыновья мои, теперь не заблуждайтесь больше, потому что вас избрал Бог, предстоять перед ним, это обращение к агенам и к левитам, да, и говорится, что левиты откликнулись на призыв Хискиягу и семейство левитов встали и начали возвращаться к служению после долгого перерыва, да, вот, и что интересно, и начали в первый день первого месяца освящать и в день восьмом в день восьмом и тому же месяца вошли в входной зал дома Бога и освещали дом Бога восемь дней и в шестнадцатый день первого месяца кончили, что за первый месяц, это первый, это не сам, как мы представляем себе, да, что, вот, но здесь это, но здесь это не не сам, да, это первый месяц правления Хискияву, история она, история она такова. Хискияву поднялся на престол тридцатого числа месяца Адара и тут же объявил, что он добавляет к году, к истекающему году он добавляет месяц, да, и тридцатое число месяца Адара по окончании должен был наступить Ниссан, Хиския объявил о том, что после тридцатого числа месяца Адара будет дополнительный Адар. Говорят, что он это сделал слишком поздно, что в этот день уже нельзя было объявлять о продлении года на месяц и отодвигать Песох на месяц, но и его даже упрекают мудроцы в Гемаре, но мы видим, что Всевышний поддержал его, да, откуда известно, что Всевышний поддержал его через пророка или Ишаягу или один из пророков одобрил то, что он сделал. Зачем он это сделал? Понятно, зачем он это сделал. Он за один день не мог приготовить храм к тому, чтобы люди принесли пасхальную жертву. А он в принесении пасхальной жертвы видел возобновление союза сыновей Израиля со Всевышним. Союз со Всевышним не нужно возобновлять, он вечный, он существует всегда. Ни Всевышний его не разрывает никогда, ни один из сыновей Израиля его не может разорвать. Поэтому в трактате Шабоот говорится, что если кто-то поклялся, не соблюдать заповеди, то это пустая клятва, ему не нужно ее отменять. Это клятва, которая не имеет места в мире, не может подействовать, на нем лежит обязанность соблюдать заповеди, независимо от того, хочет он то или не хочет, клянется он или не клянется. То же самое, что если кто-то, не дай бог, ушел от соблюдения Торы, то по закону Торы ему не нужно никакого возобновления союза, он просто возвращается, дай бог, возвращается к соблюдению заповедей, начинает их соблюдать. Естественно, нужно раскаяние, нужна духовная работа и так далее, но с точки зрения формального внешнего закона ничего не нужно пришел и начал соблюдать заповеди Замбы, это потому, что союз вечный, здесь возобновление союза, оно имело такой характер демонстративный и декларативный, потому что после такого долгого периода, когда сыновья Иуды не соблюдали, как народ во всяком случае не соблюдали законы, храм был заперт, нужно было декларировать, что мы возвращаемся к соблюдению заповедей, не как формальный закон, а как декларация, и самое главное, нужно было привлечь служение в храме к возвращению к Торе 10 колен, это был невероятно дерзкий шаг, 10 колен около 200 лет отошли от Торы у него были свои представления, они верили во Всевышнего, но четких представлений во Всевышнему его единстве у них не было, и мы посмотрим на их реакцию. Нужно сказать, что Чискияло начинает править, когда, как мы с вами прочитали, на четвертом году управления Ошея, последнего царя, Ошея как бы не хочет и не может протестовать против того, что делает Кискияло на его территории, против того призыва, с которым он обращается к 10 коленам, прийти Верушалаем после двухсотлетнего перерыва, прийти всем народам Верушалаем на праздник Песах и увидеть в этом, увидеть в этом, если неформально, то увидеть с духовной точки зрения, увидеть в этом возобновление служения Всевышнему. Это то, что делает Кискиягу в первый же день, когда он поднимается на престол. Нужно представить этого человека, его при его утонченности, при его, как мы видим, такой глубокой духовности и нежелании проявлять какое-либо насилие и даже давление по отношению к людям, он, у него есть и другая сторона характера, это крепость, непреклонность, упрямство в хорошем смысле слова, как говорили о Давиде, как сказал пророк Шмуэль о Давиде «эдинуаэцни». это как бы фартизист Кашмуэль, который он дал Давиду, человек тонкий и крепкий, как дерево, как ствол дерева, тонкий, крепкий, как тоненькая веточка, и крепкий, как крепкое ствол дерева, и то, и другое. это было у Хискиягуэль, это то, что он наследовал у Давида, и вот в первый день он поднимается на престол и вопреки всем, и тем, кто оставил соблюдение закона Всевышнего, и тем, кто продолжал придерживаться закона Всевышнего, и те, и другие были против, каждый по своим причинам, чтобы он добавлял месяц к году, чтобы он начинал всю эту невероятную историю присоединения Десяти колен обратно, после того, как они подчинились Ашуру, и там правит слабый царь, и вот-вот они падут от руки этого Ашура, будут завоеваны им, в этот момент начинать присоединение Десяти колен к Южному Царству, и еще на какой основе, на той основе, которую они фактически отрицают, потому что храм – это главное место служения Всевышнему. Здесь я, наверное, остановлюсь, для того, чтобы у нас осталось хоть немножко временные вопросы, и, как всегда, я замахнулся очень на много, но мы постараемся с вами на следующем занятии продвинуть эту тему и не отходить от нее, и, может быть, уже после дня Ирушалаема представить себе, что произошло с Хискиягу и что произошло с нами, с нашими руководителями и с народом после войны, после шестидневной войны 67-го года. Теперь, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я останавливаю шерр, я вижу все ваши квадратики, никто не хочет показывать свое лицо один я тут должен, понимаете, выставлять свою физиономию, которую я и так в зеркале вижу все время. Ну, ладно, хорошо, в любом случае, физиономия не обязательно, вопросы желательно очень. Давайте, если можно, что-то хочется спросить, то, пожалуйста. Ладно, жду ваших вопросов, меня можно перебить, я хочу еще в очередной раз подчеркнуть важность знания пророков пророческих книг, которые являются и знанием нашей истории, но видите, история, она такая необычная, история пророчества, история страны, и история царей и народа, они переплетаются вместе, как единое целое. без знания пророков очень трудно иногда сделать и правильные галактические выводы, иногда для того, чтобы понять, что пишет Рамбам, Маймонид, я приводил пример в статьях, которые я публикую, нужно соотнести его постановления галактические с пророками, и тогда ты увидишь, что не совсем то, что написано, имеется в виду и это могут подтвердить и другие комментаторы, как бы более современные комментаторы такого классического плана, и в этом плане, конечно, как бы те знания текста пророков, оно совершенно необходимо, вот, окей, хорошо, я вот жду, что меня кто-то перебьет, но я смотрю, что никто не перебивает, хорошо, Равзеев, спасибо большое, все очень интересно, ждем продолжения, я надеюсь, что, я надеюсь, что не только, не только интересно, я надеюсь, что и волнующе, и поучительно, хотя мы не пришли еще выводом, хорошо, ладно, я желаю всем хорошей недели, постараюсь быть вместе с вами на следующей Йомрове, вот, хорошо, ладно, спасибо большое, спасибо большое, Равзеев, спасибо, мир, Иерусалиму, мира, Израилю, все будет хорошо, спасибо, спасибо за хорошие пожелания всему народу, хорошо, ладно, всего самого доброго, вот, я останавливаю запись, секунду, секунду, рекординг, рекординг, стоп, ну, скажите мне, если вы хотите остановиться рекординг к кладу, да,